Свидетельством единства Альянса назвали наблюдатели согласия Турции перед открытием саммита в Вильнюсе на вступлении Швеции. Президент Эрдоган, переизбранный на пятилетний срок, согласился направить протокол о присоединении Стокгольма в парламент как можно скорее. Генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Швеции не скрывали радости в этот исторический день. Вступление нового кандидата в НАТО должно быть поддержано единогласно. Поэтому нежелание Турции из-за симпатии Швеции курдским сепаратистам принимать ее в альянс заблокировало ситуацию на год. Накануне в Вильнюсе Эрдоган предложил увязать переговоры с членством Анкары в ЕС. На что, как стало известно, получил резкое нет от председателя Европейского совета. Позже в твиттере Шарль Мишель написал, что отношения ЕС и Турции вновь оживились. Ряд экспертов не исключают, что турецкий президент добился прогресса по поставкам американских истребителей F-16 в ходе переговоров в выходные с президентом США. Джо Байден подчеркнул, что с нетерпением ждет принятие Швеции в качестве 32-го члена НАТО. В свою очередь, министр иностранных дел Венгрии, последней страны, которая пока официально не поддержала вступление Швеции, заявил перед вылетом в Вильнюс, что это лишь технический вопрос.